В нем была какая-то тайна, вспоминал академик Юрий Осипьян. Это был человек выдающийся. Все, кто с ним общались, подпадали под его обаяние. Почти у всех по отношению к Келдышу чувствовался какой-то трепет и уважение. Он был особенный. Я не знаю подробностей его биографии, но мне всегда казалось, что у Мстислава Всеволодовича была какая-то тайна, которая принадлежала только ему. Его считали везунчиком. Во время войны молодого ученого срочно вызвали в Москву. Его друг, летчик-испытатель Юрий Станкевич, должен был перегнать новый самолет в столицу и предложил прихватить Келдыша с собой. Келдыш обрадовался и полез в кабину. Но в последний момент летчик его остановил. «Знаешь что? Дай-ка я сделаю кружок, облетаю новую лошадку». Самолет, побежав по взлетной полосе, поднялся в небо, совершил круг, и вдруг машина, словно на что-то наткнувшись, ринулась вниз. Через несколько секунд раздался взрыв. Летчик погиб. Стислав Всеволодович Келдыш остался жив и никогда не вспоминал эту историю. Мстислав Келдыш 15 лет был президентом Академии наук СССР. Весь мир знал его как выдающегося математика и блистательного организатора. Как выразился один из его коллег, немногие обладали таким божьим даром. Он прославил нашу страну, сыграв огромную роль в развитии авиации и космических исследований, в создании ракетно-ядерного оружия. Он получил три звезды Героя социалистического труда – Ленинскую и две сталинских премии. Стал членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета. К нему с почтением относилась власть. Его уважали и любили коллеги и ученики. И при всей своей всенародной славе и удаче Келдыш, особенно на склоне лет, казался человеком, которого ничто не радует. Мне со стороны, рассказывал нобелевский лауреат-академик Виталий Гинсбург, Мастислав Всеволодович казался не очень-то счастливым человеком и даже более того, в какой-то мере трагической фигурой. Быть может, такое впечатление обусловлено тем, что хотя я и видел иногда Мстислава Всеволодовича смеющимся и веселым, гораздо чаще он бывал мрачным и, как мне казалось, грустным. Многие считают загадочными обстоятельства смерти многолетнего президента Академии наук. Келдыш ушел из жизни в июле 78-го года, вскоре после показавшейся столь же странной и неожиданной смерти члена Политбюро и секретаря ЦК Федора Довольдовича Кулакова, место которого в Москве занял Михаил Сергеевич Горбачев. Келдыша обнаружили мертвым в собственной машине, которую он так и не вывел из гаража. Из рассказа академика Евгения Чазова, который руководил тогда медициной для начальства, можно сделать вывод, что Мстислав Всеволодович ушел из жизни по собственной воле. Впрочем, друзья и родные эту версию категорически не приемлют. Если говорить о конструкции атомной бомбы, рассказывал академик Юрий Трутник, в ней, грубо говоря, кусок плутония обжимался взрывчаткой и тем самым переводился через критическое состояние. Затем появилась слойка, первый водородный заряд Андрея Дмитриевича Сахарова. Там также для обжатия применялась взрывчатка. А как двигаться дальше? Удалось найти очень изящное решение. Когда энергия взрыва первичного атомного заряда в виде излучения направлялась в сторону основного термоядерного заряда, разогревала его поверхность до миллиона градусов и создавала давление порядка сотни миллионов атмосфер. Сложность работы над водородной бомбой состояла еще и в том, что гигантские температуры, которые возникают при термоядерных реакциях, исключали эксперименты. А как же проверить, правильным ли путем идут физики? На помощь призвали математиков. Они заменили эксперименты расчетами. Участники атомного проекта сами удивлялись, как молодые математики за два года справились с огромным объемом вычислений, описывая в цифрах то, что должно произойти внутри ядерного взрывного устройства. В разработке столь сложных систем особенно велика роль математических расчетов, писал в секретном отчете отец водородной бомбы Академик Сахаров. Эти расчеты проводились в основном в отделении прикладной математики под общим руководством Мстислава Всеволодовича Келдыша. 22 ноября 1955 года на Семопалатинском полигоне испытали первое водородное взрывное устройство, полностью основанное на этих расчетах. На полигон пригласили и Келдыша. Без огромной работы математиков под его руководством у нашей страны не было бы ни ядерной бомбы, ни ракет. В Соединенных Штатах уже вовсю пользовались первыми компьютерами. В Советском Союзе кибернетика была признана буржуазной псевдонаукой, поэтому основные расчеты делались на бумаге. В ту пору мозг блистательного математика Келдыша успешно конкурировал с компьютерами. «Я присутствовал на Байконуре», – рассказывал космонавт Алексей Леонов, когда космический корабль был выведен на орбиту не точно. Потребуются коррекции, но сколько? Главный конструктор Валентин Глушко приказал своему баллистику пойти просчитать это на электровычислительной машине. Келдыш вынул из кармана коробку папирос «Казбек», что-то пером на ней прикинул и сказал спокойным голосом. «Понадобится 20 коррекций». Глушко взглянул на него, но ничего не сказал. Через полчаса вернулся баллистик. «Ну, сколько вы там насчитали?» – спросил Глушко. «20 коррекций, Валентин Палыч». Будущий президент Советской Академии Наук Всеслав Всеволодович Келдыш родился в феврале 911 года. Он был пятым ребенком в семье и четвертым сыном. Мальчики следовали один за другим. Поэтому, естественно, когда родился Мстислав Всеволодович, то у близких родственников вырвался вздох разочарования. Опять мальчик, ждали девочку. Но после него появились еще две девочки. Всего нас было семь человек в семье. В жилах Келдыша текла и грузинская, и польская, и цыганская кровь. Его прадед Фома Симонович Келдыш служил псаломщиком в Варшаве. Его прабабка плохо говорила по-русски. Отец будущего президента Академии, Всеволод Михайлович Келдыш – крупный строитель. Его называли отцом русского железопетона. До Первой мировой войны он преподавал в Рижском политехническом институте. В советские времена генерал Келдыш заведовал кафедрой в военно-инженерной академии. В молодости у Келдыша прорвался вспыльчивый цыганский темперамент, унаследованный от одной из его бабушек, жены генерала от инфантерии Александра Николаевича Скворцова. Другим его дедом был Михаил Фомич Келдыш, который окончил духовную семинарию, но стал военным врачом и тоже дослужился до генеральского звания. После революции родственники генералы стали смертельно опасными. Келдыш хотел стать строителем как отец. Строительный институт не приняли. Не так просто было поступить в МГУ, были сложности с началом работы в ЦАГИ. ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт, носил имя создателя теории авиации Николая Егоровича Жуковского. В ЦАГИ испытывали все новые самолеты. Институт построили в 30-х годах рядом с поселком Стаханово, который со временем превратился в город Жуковский. Келдыш первое время писал в анкетах из дворян. Как сыну царского генерала ему не давали допуска к секретной работе. А все серьезные разработки в авиастроении были засекречены. «Нет никаких оснований подозревать советскую власть в любви к Келдышу, а Келдыша – в любви к ней», – писал профессор Константин Брушлинский. Келдыши несколько раз пытались исключить из Московского университета за непролетарское происхождение. Его дядя по матери, Николай Александрович, бывший офицер, был арестован и сгинул в лагерях. В 1936 году арестовали его брата Михаила, аспиранта-историка. Семью уведомили, что приговор Михаилу Келдышу – 10 лет без права переписки. Тогда еще не знали, что означает эта формула. Потом сообщили, что Михаил умер в лагере в 1944 году. Только в годы перестройки выяснилось, что его расстреляли в мае 1937 года. Другого брата Александра арестовали как французского шпиона. Он провел за решеткой полтора года, но его выпустили, потому что в этот момент на Лубянке происходила смена команды. Николая Ежова на посту наркома внутренних дел сменил Лаврентий Берия. В этот короткий период кое-кого отпускали, и Александру Келдышу повезло. Эти трагедии не прошли бесследно для Мстислава Всеволодовича. Все это, конечно, тяжелым грузом легло на Мстислава Всеволодовича. И вот его веселый, жизнерадостный такой характер, он приобрел несколько иной оттенок. И только в кругу самых близких, и в большинстве случаев именно детей, как и своих, так и своих племянников, он иногда оживал, веселился, и был прежним молодым Мстиславом. В 30-е годы Мстислав Всеволодович вспоминал его сотрудник Николай Ченцов. Научился подавлять свои эмоции, держался в трудных ситуациях спокойно, не терял хладнокровие, казался со стороны даже засушенным. Его цыганский темперамент прорывался только при игре в волейбол. Келдыш, писал академик Никита Моисеев, был сыном генерала и внуком генерала. Он полностью усвоил генеральское высокомерие. Пережив в молодости все горести дворянского изгойства, он, тем не менее, в последующие, тоже достаточно трудные годы, не очень стремился облегчать участь себе подобных. Келдыша люди боялись. Работая в Центральном аэрогидродинамическом институте, Келдыш решил две сложнейшие задачи, которые сделали его знаменитым, а полеты на самолетах безопаснее. В 20-е годы один за другим гибли летчики-испытатели, поднимавшие в воздух новые самолеты, которые развивали значительные по тем временам скорости. Уцелевшие летчики рассказывали, что машину внезапно охватывала бешеная дрожь, и она развалилась прямо в воздухе. Англичане предположили, что виной всему тряска, по-английски «флаттер». Сначала казалось, что все дело в резонансе. Известно же, что солдатам на мосту не разрешают ходить с троем, чтобы он не рухнул. Но авиация столкнулась с куда более сложным явлением. Над проблемой «флаттера» ломали голову многие математики. Келдыш первым понял природу этого таинственного явления, рассчитал математическую модель крыла и объяснил, как надо избегать «флаттера». Но один из коллег написал в ЦК «Донос», обвинив Келдыша в неправильных действиях, наносящих вред стране. В начале 1940 года этот вопрос разбирал народный комиссар внутренних дел Лаврентий Пелч Берия. Он сразу же предположил, что в Центральном аэрогидродинамическом институте засели враги. И тут Келдыш, самый молодой по возрасту и младший по должности, тихим голосом сказал, «Вы не правы, товарищ народный комиссар». Его уверенность, как ни странно, успокоила Берию. Келдыш получил в 1942 году Сталинскую премию второй степени, на следующий год был избран членом-корреспондентом Академии наук. У немцев, отмечает один из сотрудников Келдыша, с 1935 по 1943 год было 146 серьезных аварий и катастроф из-за «Флаттера». Случались и аварии на фронте. А у советских самолетостроителей, после внедрения рекомендаций группы Келдыша, таких случаев не было. Вторая решенная им проблема именовалась «Шимми», по названию модного некогда танца. Первые самолеты при посадке опирались на третье, хвостовое колесо. Чтобы дать самолетам возможность приземляться на высоких скоростях, поставили носовое колесо. Но оно почему-то виляло из стороны в сторону, словно танцуя. Отсюда и название «Шимми». Из-за «Шимми» погибло немало самолетов. Келдыш задался вопросом, который другим не приходил в голову. А как надувное колесо самолета взаимодействует с поверхностью, по которой катятся? Он меньше чем за год разработал математическую модель взаимодействия, и авиаконструкторы забыли, что такое «Шимми». Барьеры на пути развития скоростной авиации были сняты. 27 июня 1946 года Совет министров СССР присудил научному сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Келдышу вторую премию второй степени в размере 100 тысяч рублей за научные исследования в области теории и методов расчета автоколебаний самолетных конструкций, результаты которых изложены в монографии «Шимми» переднего колеса трехколесного шасси. Через несколько месяцев он стал академиком. В будущем он станет столь же блистательно находить причины аварии ракет, математически описывая сложнейшие процессы внутри двигателя. Занимаясь математикой, он всегда видел перед собой конкретную задачу, которую предстояло решить. Келдыш поставил математику на службу инженерно-конструкторскому делу. И потому он оказался так полезен государству. Через два дня после избрания академиком 35-летний Келдыш был назначен руководителем важнейшего реактивного научно-исследовательского института, где когда-то создали первую систему залпового огня, знаменитого Катюши. На смену начальникам-генералам, вспоминал один из его подчиненных, в институт приходит 35-летний академик. Мягкий, внешне спокойный, с интеллигентными манерами и негромким голосом, который, казалось бы, и приказывать не умеет. «Всегда безукоризненно и со вкусом одет, элегантен, стройен», описывал его профессор Владимир Белецкий. Разговаривая с собеседником, обычно глядит ему в глаза. Взгляд Келдыша, чуть из-под лобья, из-под густых черных бровей, глубокий и все понимающий, нелегко переносился. В те годы началось сотрудничество Келдыша и Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракет большой дальности. Собранные Келдышем математики занялись прикладной небесной механикой. Теория космического полета, теория движения ракет с жидкостными двигателями, теория управления ракетами, системы астронавигации. Без точных математических расчетов ни одна ракета не попала бы в цель. В 1956 году Келдыш возглавил комиссию по созданию искусственного спутника Земли. Его заместителем стал Королев. Спутник был запущен 4 октября 1957 года. Это день триумфа советской науки. Казавшееся фантастическим событие изменило представление мира о нашей стране. Спутник был выведен в космос межконтинентальной баллистической ракетой Р-7. Разработали ракету конструкторы Королева с помощью математиков Келдыша. Я, Мстислав Всеволодович, считаю выдающимся математиком столетия. Может быть, его имя должно стоять в ряду с Панкаре, с Гильбертом. Но у него, кроме выдающихся математических способностей и результатов, еще было чутье человека, умеющее применять эти результаты на практике. Это счастливое обстоятельство. Чтобы в одном лице они совпали, это редкий случай. И, может быть, поэтому его жизнь вынесла на вершину применения математики и технологии, я имею в виду, космическую программу. Другой бы человек, наверное, не мог бы возглавить и быть главным теоретиком космонавтики, если бы не обладал этими двумя качествами. Спутник должен был стать летающей лабораторией. На научное оборудование у Академии наук не получалось. Королев предложил запустить простейший спутник, лишь бы обогнать американца. Королева просто ужас охватывал, когда он представлял себе, что американцы его обгонят, вспоминал известный журналист Ярослав Голованов. Он и думать об этом не хотел. Запуск спутника стал тяжелым ударом для Соединенных Штатов, где не ладилась ракетная программа. За первым советским спутником последовал второй, 3 ноября 1957 года, с собакой Лайка на борту. Так Королев откликнулся на просьбу Хрущева порадовать страну накануне 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Если Хрущев призывал догнать и перегнать Соединенные Штаты по производству молока и мяса, то в Америке били тревогу. Нельзя отставать от Советского Союза в ракетостроении. Узнав о запуске спутника, Эдвард Теллер, отец американской водородной бомбы, заявил по телевидению. Америка проиграла битву, более важную, чем Перл-Харбор. Космические исследования сделали Келдыша знаменитым на весь мир. Первую золотую звезду, героя социалистического труда, он получил вместе с Королевым 11 сентября 1956 года. А 27 декабря 1957 ему присудили Ленинскую премию. Решая проблему запуска космических кораблей, надо ведь было просчитать орбиту, точно знать ее параметры, точно знать поведение корабля, уметь управлять кораблем на орбите, уметь его потом снизить с орбиты, посадить, уметь рассчитать те давления и те температуры, которые будут воздействовать на корабль. И все это надо было сделать на Земле, а уже потом запускать. В этом стояла теоретическая нагрузка на Келдыша, как главную теоретику. И он блестяще справился. В полной мере талант Келдыша, и математический, и организаторский, проявился в космонавтике. В настоящее время заканчивается подготовка многоступенчатой ракеты-носителя и корабля-спухника «Восток». 20 лет он руководил научными исследованиями космоса. Ответственность была огромная. Как выразился один из ракетчиков, все генеральные конструкторы ходят в мокрых штанах. При этом между создателями ракет иногда разгоралась настоящая война за право получить заказ. А каждого конструктора поддерживали свои министры, генералы, чиновники партийного аппарата, заинтересованные в успехах своего конструктора. И слово Келдыша было решающее. Был председателем эндого количества, трудно даже считать, всякого рода экспертных комиссий. И ни один проект, кто существовал в космонавтике и в ракетной технике, не получал зеленого света без того, чтобы не было соответствующего заключения экспертной комиссии, которую проводил Келдыш. 15 июня 1961 года Келдыш возглавил академию. На новом посту он столкнулся с проблемами не только научного, но и политического свойства. Видно, ученые и биологи давно доказывали, что деятельность народного академика Трофима Денисовича Лысенко идет во вред сельскому хозяйству. Ни один из обещанных им чудо сортов пшеницы так и не появился. Зато он успешно мешал другим биологам внедрять свои сорта, выведенные в результате долгой селекционной работы. Но Хрущев считал Лысенко полезнейшим практиком. Когда на выборах в академию провалили одного из ближайших соратников Лысенко, олицетворявшего лженауку, Хрущев разозлился. Мы разгоним к чертовой матери эту академию наук. Но осенью 1964 года Хрущева отправили на пенсию. При Брежневе положение Келдыша упрочилось. Леонид Ильич прежде отвечал за военно-промышленный комплекс и высоко ценил создателей ракетно-ядерного оружия. Брежнев и Политбюро неизменно демонстрировали полнейшее уважение Келдышу. Он обладал колоссальной совершенно возможностью убеждения. И вот он, наверное, именно этим даром убеждения, обстоятельнейшим аргументированием своей позиции, смог отстоять очень многое и в период, в частности, правления Хрущева, и в последующий период. Командовать Келдышу не нравилось. Он повторял, у нас же наука, а не воинское подразделение. Тем не менее, его указания не обсуждались, а исполнялись с армейской быстротой. Келдыш был жестким и требовательным руководителем. Хотя были люди, которые Келдыша не боялись, и он признавал их ум и познание. Понимал, что ученым нужна атмосфера творческого поиска. В его институте никогда не существовало социалистического соревнования, которое было форменным издевательством над учеными. Коллеги обращались к нему по-свойски. Слушайте, МВ. У большинства сотрудников Академии, кто с ним имел даже короткие мимолетные встречи, он всегда оставлял впечатление блестящего ученого. Келдыш, вспоминал Андрей Сахаров, произвел на меня сильное впечатление деловой хваткой и живостью ума, умением ясно сформулировать сложные научные, инженерные и организационные вопросы, мгновенно находить какие-то новые их аспекты, незамечаемые другими. Мы не раз говорили, что Господь Бог поцеловал его в лоб. Даже специалисты, которые были очень высокого мнения сами, каждый о себе, но когда возникали сложные проблемы, они говорили, надо пойти посоветоваться к мудрому. И жизнь не раз подтверждала, сколь глубоки были его советы, сколь обоснованы рекомендации. Но если сотрудник не выполнил задание и еще пытался это скрыть, то Келдыш переставал обращать на него внимание. Это было самое страшное наказание. Он не спускал даже малейшей оплошности. Говорил очень вежливо. У вас неправильно поставлена задача. Начинайте заново. По просьбе одного крупного ученого при полете очередного космического аппарата были проведены серьезные исследования. Он сделал свое заключение, вывод об этих результатах достаточно скоропалительно. И когда оказалось, что это совсем не так, то Мстислав Селыч так, в общем-то, с усмешкой сказал, ну что же, быстричок. Его характерная черта, которая, я думаю, вообще говоря, для президента очень важна, это блестящая способность его в понимании проблем в чужой области, в которой он сам непосредственно не работал. В 71-м году Келдыш приехал знакомиться с институтом, где работал Жорес Алферов. Директор института, академик Тучкевич, сказал мне, Жорес, у тебя три минуты. Вот, значит, за три минуты я должен рассказать о тех работах, которые у нас ведутся. Ну, я посмотрел на Мстислава Селыча и сказал, Мстислав Селыч, как доехали, как здоровье? Говорит, хорошо. Говорю, как вообще это самое? Вот Ленинград. Да все, говорит, нормально. Я говорю, а еще что за три минуты? Здоровье, доехали хорошо. Желаю вам больших успехов. Мстислав Селыч на меня посмотрел и сказал, у вас столько времени, сколько вы считаете необходимым. И провел в лаборатории два с половиной часа. И за это время, ну вот, вошел действительно в курс наших проблем. И дальше я всегда ощущал его поддержку и внимание. При общении с ним, рассказывал академик Олег Газенко, впечатление, что имеешь дело с ядерным реактором. Это непрерывное горение, необычайный внутренний накал, огромное количество внутренней энергии, впечатление чего-то скрытого и могучего. А в нерабочее время Келдыш охотно присоединялся к своим сотрудникам, которые отмечали праздники за общим столом в институтском подвале. Здесь не было столовой для начальства. Келдыш обедал вместе со всеми. Он был блестящий юморист, но внешне производил впечатление замкнутого человека, очень серьезного, замкнутого. Он открывался, я думаю, немногим. Но его ум и вот его глаза, все понимающие сразу, производили громадное впечатление на собеседника и на тех, кто с ним общался. Но известно, что он очень любил жизнь, он как бы не был лишен никаких слабостей жизненных, поэтому вот это, в общем, человек, легенда, с одной стороны. С другой стороны, он был обычный человек. Однажды Келдыш зазвал к себе в кабинет главного архитектора Академии, которому поручили строить новое здание на Ленинском проспекте, и предложил это отметить. Кто-то сказал, что я не могу, потому что я сам за рулем, а он говорит, что я вам налью такой коньяк, который милиция не узнает. Это французский коньяк. В то время мало кто пил французский коньяк. Келдыш знал французский, немецкий, выучил еще и английский, эту современную латынь науки и техники, как пишет выдающийся ученый-механик, академик Александр Ишлинский. Как это свойственно одаренным натурам, он был человеком широких и разнообразных интересов. Знал и понимал классическую музыку, разбирался в живописи, любил французских импрессионистов. И деньги, скажем, в командировках зарубежных он тратил на приобретение именно литературы, либо профессиональной, математической, то, что ему нужно, либо тратил на произведения искусства. Келдыш был фанатически предан делу. Его отличала нечеловеческая работоспособность. И этим в значительной степени определялась его требовательность к другим. Я, например, вспоминаю, какое недовольство у него вызывала моя, скажем, просьба уйти в отпуск. Потому что сам он никогда в отпуск практически не ходил. Он никогда не щадил себя, не давал себе ни роздыха, ни послабления. Беда в том, что Мстислав Всеволодович давно и серьезно болел, с молодых лет. Возможно, это началось еще в военные годы, когда он сильно мерз. Болезнь, облитерирующая эндотерит, которая заключается в сужении кровеносных сосудов и обычно сопровождается гангреной ног, она его вот с военного времени преследовала всю жизнь. Ну, известно, что эта болезнь часто бывает в результате заболевания, переохлаждения ног. Так вот, я сама видела, как в страшную зиму 1941-1942 года, когда морозы достигали 40 градусов и выше, он бегал по улице в легеньких полботиночках на тоненькой подошве. Мстислав Всеволодович был заядлым курильщиком, вспоминали его сотрудники. Во время войны с табаком было трудно. Махорка была и куревом высшей марки, особенно и шимская, и неким эквивалентом валюты. По талонам выдавался Феличев табак, пропитанный никотином древесной стружки. Мстислав Всеволодович страдал от нехватки курева и Мстислав Всеволодович. Однако мы не знаем случая, когда у него, если только он разжился махоркой, нельзя было бы стрельнуть. Не мог отказать, приберечь ее на черный день. Курение усугубило болезнь. Келдыш страдал атеросклерозом сосудов нижних конечностей с перемежающейся хромотой. Видно было, как тяжелой болезненной походкой он поднимается по лестнице в свой кабинет. Весной 1972 года Келдыш обратился к Чазову за помощью. Сказал, что не может ходить. Чуть пройдет, и возникают такие боли в левой ноге, что он вынужден остановиться. Чазов доложил Брежневу, для которого Келдыш был высшим авторитетом. За год до этого Келдыш получил третью звезду Героя социалистического труда. Генеральный секретарь потребовал во что бы то ни стало вылечить Келдыша. «Аура исключительности окружала его всегда», рассказывал академик Юрий Осипьян. Помню, отмечался День космонавтики. Мастислав Всеволодович чувствовал себя очень плохо. Это было видно по выражению его лица. Он, стиснув зубы, пережидал приступ боли, стоял один, немного в стороне, ни с кем не общаясь. Открывается дверь, и входят руководители государства. Первым с улыбкой шел Брежнев. Увидели Мстислава Всеволодовича, и каждый очень предупредительно с вниманием подошел к нему, пожал руку. Было видно, что в данном собрании Келдыш – самый главный человек. «Беда не приходит одна. К физическим страданиям прибавились душевные». По мнению академика Чазова, у Келдыша произошел психологический срыв. Будучи человеком сдержанным, даже в определенной степени замкнутым, он не очень делился складывающимися взаимоотношениями. Но то, что в определенных вопросах он не соглашался с руководством страны и отстаивал свою точку зрения – это факт. Устинов сам рассказывал о стычках, которые у них происходили с Келдышем. Я видел, как такой человек, как Устинов, который был человеком достаточно решительным, суровым, с каким он уважением относился к Сеславу Всеволодовичу. Потому что мнение Келдыша, подтверждаемое часто самой жизнью, было столь весомо, столь авторитетно, что не замечать этого было нельзя. И это понимали власти. Спорить с секретарем ЦК по военной промышленности, а затем министром обороны Дмитрием Федоровичем Устиновым, рисковали немногие. Устинов мог оппоненту и карьеру сломать. И едва ли такие стычки проходили для Келдыша бесследно. Но дело было не только в эмоциях. Математики требовали от Келдыша новых компьютеров, полагая, что президент академии может все. А он видел отставание отечественной вычислительной техники и глубоко переживал свое бессилие. Прежде на жалобы о том, как трудно соревноваться с американцами, которые все считают на мощных компьютерах, уверенно отвечал – ничего, обойдемся серым веществом. Исходил из того, что советские математики все равно считают быстрее американцев. Позже стал раздражаться. Что я могу сделать? Однажды, выступая на президиуме Совета Министров, ему заместитель председателя, первый заместитель председателя Совета Министров Полянский, был, помните, такой, он ему сказал – да, вот вы просите, так сказать, много средств на развитие научных исследований, но у вас так много бездельников в науке. Келдыш в ответ ему сказал, что, ну, во-первых, я не согласен с вашим заявлением, а во-вторых, я считаю, что бездельников в государственном аппарате значительно больше. Вот, так сказать, это было его заявление в такой довольно сложной ситуации. И Косыгин его поддержал и сказал, что вот, молодец, он нас выел правильно. На заседании правительства было заявлено, что система очистки вод Байкала абсолютно надежна и строить целлюлозный комбинат можно. И Келдыш не помешал этой затее, которая едва не погубила Байкал. Хотя именно президент Академии наук должен был первым вступиться за уникальное озеро хранилище питьевой воды мирового уровня. Похоже, Келдыш испытывал тяжкое чувство разочарования, видел, что не способен изменить ситуацию. В начале 70-х, вспоминал профессор Всеволод Егоров, появились пессимистические прогнозы, сулившие неотвратимость глобальной экологической катастрофы. Несколько ученых, в том числе и из Келдышевского института, занялись поисками пути предотвращения катастрофы. Келдыш велел прекратить этим заниматься. Мы не понимали, почему же не продолжить эти работы, чтобы с помощью математического моделирования разработать рекомендации по планированию развития СССР и социалистического лагеря. Чтобы дать точные рекомендации, объяснил Келдыш, надо иметь верные данные, а это невозможно из-за подтасовок. Но даже если бы мы чудом получили верные исходные данные и сосчитали бы верные рекомендации, то получили бы за них по шее, так как они противоречили бы волюнтаризму вождей. Академик Владимир Котельников, пишет Гурии Марчук, который со временем сам станет президентом Академии, сообщил Келдышу, что материальные ресурсы США в семь раз превышают ресурсы СССР. Мстислав Всеволодович не поверил. Проверил сам и с логарифмической линейкой в руках убедился в том, что нашей Академии нужна значительно большая материальная поддержка со стороны государства, чем она имеет. Мстислав Всеволодович был очень озабочен тем, что фактически ничего не может сделать для Академии, чтобы она заняла достойное место в нашем обществе и в мировой науке. Мстислав Всеволодович был фигурой трагической, считает академик Александр Спирин. Человек с таким взглядом, с таким огромным зарядом интеллигентности, ума и эмоциональности должен был в силу обстоятельств постоянно их скрывать. Ни с интеллигентностью, ни с умом, ни с эмоциональностью высовываться было нельзя. Я думаю, что такой человек был абсолютно несовместим с режимом. Тогдашний министр здравоохранения Борис Васильевич Петровский тоже обратил внимание на сложное психологическое состояние президента Академии наук. Келдыш производил впечатление человека мрачноватого, особенно в последние годы жизни. Многие годы не был в отпуске, по-настоящему не отдыхал, почти категорически отказывался от лечения. Только блеск глаз выдавал охватывавшие его эмоции, с которыми он обычно умел справляться. Келдыш 10 дней пролежал у Петровского в институте хирургии. Его лечили барокамерами, но не помогло. Встал вопрос об операции. Семья хотела, чтобы это сделали иностранные врачи. Брежнев и Косыгин согласились. Келдыша взялся оперировать знаменитый американский хирург Майкл Дебейки, который позднее консультировал президента Бориса Ельцина. Дебейки прилетел со своей бригадой. Операцию провели в институте сердечно-сосудистой хирургии. Она продолжалась 6 часов. Дебейки удачно провел аортобедренное шунтирование, соединив аорту с бедренной артерией для улучшения нарушенного кровообращения. От денег профессор Дебейки отказался, сказав, что ученые должны помогать друг другу. Посоветовал. Не нужно переутомляться. Ни в коем случае не приступать к работе ранее, чем через полгода. А Мстислав Сеевич уже через два месяца вышел на работу и полностью опять взвалил на себя груз президентства Академии наук. Первые годы после операции он себя чувствовал хорошо. Ну, это было в течение, наверное, трех лет. А потом у него начались боли вот в желудочной области, там, где находится желудок. Последние два года жизни он постоянно ложился в больницу. Там какие-то процедуры проводили. Но это все мало помогало. Операция не помогла вернуть утраченное здоровье и восстановить эмоциональное равновесие. Он практически не спал многие месяцы, рассказывал профессор Анатолий Покровский. Все перепробовали, по-моему, даже иглоукалывание. Но ему ничего не помогало. Келдыш чувствовал себя все хуже и хуже. Его изматывала болезнь. Мне показалось, что он измучен жизнью. Может быть, и некоторые знают это чувство, кто не спит. Вот представляете, ночь не спать. Это очень тяжелое чувство. Утром это бешеный будешь. Сейчас еще есть такие более-менее легкие снотворные, которые легко выделяются и так далее. А это же было время. Тогда эти снотворные были плохие, они действовали на нервную систему и вызывали дряхление. У него шло развитие атеросклероза сосудов, что причиняло безумные страдания. Келдыш словно терял интерес к жизни, не разговаривал. Академия Кчазов считает, что у него возникли серьезные психологические проблемы. Начавшийся еще до операции психологический срыв перерос в тяжелейшую депрессию с элементами самообвинений. Несмотря на просьбы руководства страны, он категорически поставил вопрос об освобождении его от должности президента Академии наук. Не раз он говорил нам, врачам, что наделал много ошибок и в жизни, и в работе. В политбюро его уговаривали остаться президентом Академии. Откровенно говорили работайте в полсилы, нам нужно ваше имя. Келдыш настоял на своем и в мае 75-го года оставил свой пост. Он быстро старел, заметил один наблюдательный журналист. И не внешне даже, а как-то внутренне становился тише, говорил меньше, очень усталым голосом. Он отвечал односложно, быстро умолкал. Даже после того, как он сосредоточился на двух очень крупных обязанностях, которые он за собой сохранил, это директора института прикладной математики, который носит его имя и который является его детищем, и председателя комитета по ленинским и государственным премиям, он, конечно, как-то не мог сразу переключиться от такой колоссальной активности к несколько более пассивной жизни. Мы старались в его окружении, значит, чтобы все время поддерживать как-то вот эту активность, организовывая различные встречи, совещания, беседы. И я думаю, что это, конечно, было для него очень и очень важным элементом той напряженной все-таки жизни, которую он вел уже вот после того, как в 75-м году сложил в себя полномочия президента. Уход от активной жизни дался ему тяжело. Он стал еще более молчаливым, порой мрачным. Тяжело было смотреть на Келдыша, свидетельствует его сосед по даче академик Александр Шейндлин. Он всячески скрывал свое недомогание, старался бодриться, конечно, никогда не жаловался, делал вид, что со здоровьем у него все в порядке. К сожалению, это было совсем не так. Но что же произошло в тот необычно жаркий и душный июльский день 78-го года, когда он внезапно ушел из жизни? Келдыш жил в Жуковке. Когда-то Сталин распорядился построить здесь дачи для создателей ядерного оружия. Потом в академическом поселке появились и другие обитатели. Военные строители возвыгли дом для дочки генерального секретаря Галины Леонидовны Брежневой. Здесь получил дачу и Мстислав Всеволодович. В субботу 24-го июля 1978-го года вспоминала Вера Келдыш его ждали на семейном торжестве по случаю юбилея мужа старшей сестры. Потом он говорит жене ты знаешь я что-то себя плохо чувствую но все-таки ты поезжай я хочу чтобы кто-то от нас был. на этом празднике ну и она уехала и вот во время отсутствия жены он как Мстислав Всеволодович как раз скончался заключение было такое что он умер от острого сердечного приступа это в общем для нас для всех было полной неожиданностью но уже ведь медицинское заключение говорило о том что у него были серьезные сердечные проблемы на которые он в общем так серьезно не обращал внимания поэтому я это рассматриваю как вот такую трагическую случайность и то что он в этот период был один и некому было ему помочь это по-видимому привело вот к такому трагическому исходу 24 июля 1978 года академику Чазову позвонил дежурный по 4-му главному управлению при Министерстве здравоохранения и сообщил что в гараже на даче в своей автомашине обнаружен угоревший от выхлопных газов машины с работающим в холостую мотором Мстислав Всеволодович Келдыш он очень любил сидеть за рулем вспоминала жена Келдыша машину вел всегда на большой скорости возил нас по Подмосковью и покупал на местных рынках соленые грибы и яблоки мы возвращались домой с полным багажником разных яблок я знаю что Мстислав Всеволодович очень любил на собственной машине прокатиться по окрестностям и я знаю что он любил часто оставаться один для того чтобы поразмышлять для того чтобы ну как-то немножечко отдохнуть что ли в таком вот одиночестве так что же это было трагическая случайность острый сердечный приступ и он не успел позвать на помощь или же Мстислав Всеволодович как предполагают некоторые авторы которые занимаются этой деликатной темой сам пожелал покончить с жизнью завел двигатель автомобиля и закрыл дверь чтобы медленно и безболезненно уйти а причиной тому была депрессия порожденная тяжкой болезнью и усталостью я не верю в эту версию просто потому что вы знаете он был человеком который очень любил жизнь он был очень гордым человеком гордым в хорошем смысле этого слова и я могу сказать только одно это произошло на следующий день после нашей встречи это было по-моему это случилось в субботу а в пятницу я был у него и мы обсуждали некие планы которые должны были значит вот осуществиться буквально в понедельник вторник то есть он был полностью нацелен на некую программу той деятельности которая в этот период осуществлялась и никаких других помыслов у него в этот период не было мы возмущены этой версии возмущены Келдыша обнаружил его друг и сосед по даче академик Владимир Алексеевич Кириллин заместитель председателя совета министров и председатель госкомитета по науке и технике при встрече Чазов спросил Кириллина Владимир Алексеевич вы не помните двери гаража были открыты или закрыты подумав Кириллин ответил они были прикрыты такие выдающиеся люди как Мстислав Келдыш всегда вызывают особый интерес люди хотят знать о них все поэтому и пытаются понять как именно главный теоретик космонавтики ушел из жизни это наверное уже только он знает и унес это с собой возможно это связано с теми вот такими стрессовыми переживаниями ему пришлось их много в жизни испытать и таким некоторым спадом спадом эмоциональным и душевным но я повторяю что об этом трудно говорить и видимо это уже останется навсегда тайным réuss поддержит до